В эфире «Радио Голос Надежды» программа «Территория разумного замысла». Люди издавна восхищались звёздами поразительным чудом ночного неба. Вселенная вмещает около 10 в 22 степени звёзд. Это число настолько велико, что даже компьютер, который способен совершать каждую секунду триллион операций, досчитал бы до этого числа через 300 лет. Библия говорит о том, что человеку невозможно подсчитать все звёзды. Современная наука открыла много интересных фактов о звёздах. Некоторые из этих фактов были известны ещё тысячи лет назад, потому что о них рассказал сам Бог в Священном Писании. Библия говорит о том, что Бог создал звёзды в четвёртый день недели творения. «И создал Бог два светила великие, светила большие для управления днём и светила меньшие для управления ночью, и звёзды». В данном стихе говорится обо всех светилах, как о небесных объектах, которые излучают свет. Что представляют собой звёзды? На древнееврейском языке слово «звезда» звучит как «какап». Когда мы читаем Библию, мы хотим знать, как её понимали первые читатели. Нам следует выяснить, какое значение древние евреи вкладывали в это древнееврейское слово. Здесь надо сказать, что это значение отличается от того, что думают о звёздах современные астрономы. Библейское слово «какап», то есть «звезда», означает «любой небольшой небесный объект», включая метеориты. К звёздам относится и то, что древнегреческие астрономы называли блуждающие звёзды, то, что сегодня мы называем планеты. По идее, сюда же относятся и планеты вокруг других звёзд. Это создаёт проблему для эволюционных теорий происхождения планет. Тем не менее, современные астрономы классифицируют звёзды как гигантские светящиеся шары из плазмы, которые находятся в состоянии гидростатического равновесия, при котором давление внешнего излучения уравновешивает внутреннюю гравитацию. Если следовать современному, а не библейскому определению, наше Солнце является звездой. Это означает, что мы можем использовать Солнце в качестве объекта для сравнения с другими звёздами. На сегодняшний день Солнце – это наиболее массивный объект в Солнечной системе. Оно содержит более 99% всей её массы. Диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра Земли. Объём Солнца превышает земной в 1,3 миллиона раз. Масса Солнца в 330 тысяч раз больше массы Земли. Температура поверхности звезды составляет около 5,5 тысяч градусов по Цельсию, а температура ядра – 14 миллионов градусов по Цельсию. Солнце имеет потрясающую мощность. Оно является основным источником большинства энергии Земли. Принято думать, что источником питания Солнца является ядерный синтез. Солнце светит ярче, чем 90% всех звёзд Млечного Пути. Большинство звёзд нашей галактики представлено красными карликами, которые можно увидеть только с помощью телескопа. Однако, несмотря на огромные размеры и мощность нашего Солнца, оно буквально меркнет по сравнению с некоторыми звёздами. Р-13-6А1 – это самая массивная звезда, которая известна сегодня. Она расположена в галактике под названием «Большое Магелланово облако» и относится к звёздам класса Вольфа-Райе. Это голубые звёзды с самой высокой температурой и светимостью. Температура поверхности этой звезды почти в 9 раз больше, чем температура поверхности Солнца. Эта звезда в 265 раз массивнее Солнца и светит в 8 миллионов раз ярче. Её масса примерно в 35 раз больше массы Солнца. Крупнейшая звезда, которая известна в настоящее время – красный гипергигант НМЛ «Лебедя». Её радиус в 1650 раз больше радиуса Солнца, а объём в 4,5 миллиарда в раз больше, чем объём Солнца. Если бы эта звезда находилась в центре нашей Солнечной системы, её поверхность намного превышала бы орбиту Юпитера. Однако эта звезда лишь в 30 раз массивнее Солнца и в 300 тысяч раз ярче. Вселенная наполнена звёздами разного цвета, температуры и размера. Апостол Павел ссылается на книгу «Бытие». Он писал об этом удивительном небесном многообразии в своём послании, когда говорил о воскресении. «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных – иная земных, иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звёзд, и звезда от звезды разнится в славе». Насколько велика Вселенная? Наблюдаемая Вселенная огромна. Её радиус составляет 46 миллиардов световых лет. По оценкам астрономов, она вмещает около 10 в 22 степени звёзд. Это число настолько велико, что даже компьютер, способный совершить каждую секунду триллион операций, досчитал бы до этого числа только через 300 лет. Библия говорит о том, что человеку невозможно подсчитать все звёзды. Пророк Иеремия пишет, «Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего и левитов, служащих мне». Учёным потребовалось целое тысячелетие, чтобы понять, о чём говорит Писание. До того, как Галилей использовал телескоп для наблюдения небесных объектов, астрономы видели в каждом полушарии всего 3000 звёзд. Однако даже Галилей мог видеть только 30 тысяч звёзд. Современные телескопы показали, мы и в самом деле не можем посчитать все звёзды. Когда речь идёт о звёздах, какие проблемы возникают в эволюционной теории? Изменение звёзд можно было бы назвать звёздной эволюцией, но она не может объяснить происхождение звёзд. Звёздная эволюция не имеет ничего общего с биологической эволюцией, потому что для получения новой информации не требуется наблюдение натуралистического процесса. Библия говорит о том, что светила на небе были сотворены Господом Богом. Библия отвергает эволюционные теории происхождения звёзд и временные рамки их существования. Самой главной проблемой эволюции является образование первичных звёзд. Астрономы-эволюционисты уверены в том, что звёзды появились из сжимающегося облака газа. Однако подобные облака сегодня слишком горячие и рассеянные, чтобы сжиматься. Абрахам Лаэб из Гарвардского центра астрофизики говорит, «Правда в том, что мы до сих пор не понимаем, как образуются звёзды». Звёзды – это впечатляющие объекты, о которых автор псалмов сказал, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Неисчислимое количество звёзд, их огромная мощность, провозглашают о силе, величии и мудрости Бога-творца». По своему слову, Создатель сотворил эти неисчислимые горячие газовые шары, которые проповедуют о всемогущем Боге. Он сотворил Землю силою Своей, утвердил Вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростёр небеса. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова